Всем привет, с вами Прия. Сегодня поговорим немножечко о голдфарме, о легионовском и рассмотрим именно изумрудный кошмар. Это первый рейд, который вообще страдал в легионе и с чего бы казалось голдфармить там на текущий момент времени. Относительно недавно, с 1 апреля, и это не шутка, дропается с каждого босса не по 0-1 шмотки, ну то есть, убивая боссов в легионе до 1 апреля, была вероятность, получите его вещь или не получите, собственно, как сейчас в Battle for Azeroth. Так вот, начиная с 1 апреля, сделала компания Blizzard нововведение о том, что теперь с каждого босса в легионовском рейде, в любом, падает по 5 итемов. Это в целом интересно, итемы там хорошие падают по цене продажи, и почему бы не пройти сейчас изумрудный кошмар в режиме LFR, и не посмотреть, сколько голды вообще будет суммарно получено. Почему бы и нет, это вполне неплохо. Я оставил 9 миллионов 900 тысяч голды в своей сумке. Если кто-то думает, что это там фотошоп, вот этот вот всякий ваш, то что это зеленая полоса просто так, нет, вот сумки 9 900, все нормально, все хорошо, ну, общее, конечно, количество голды на аккаунте больше, но речь не об этом. Что нам нужно для того, чтобы попасть в LFR-чик изумрудного кошмара? Открываем карту, это новый Долоран легионовский, то есть не ЛКшный, нас интересует, и нам нужно прилететь к Медистовой крепости. Тут вот, на этом самом месте, будет стоять мопчик с именем Верховный Маг Времяр. Поговорив с ним, можно реагнуться абсолютно во все LFR-чики легиона. Конкретно нас интересует изумрудный кошмар, то есть темная ветвь, одержимые хранители и провал Альн. Начнем, я абсолютно все ускорю, если какие-то у меня комментарии будут по ходу фарма, по ходу тактики боссов, то, само собой, вы услышите. Приятного просмотра и следите за счетчиком голды. Субтитры делал DimaTorzok Для того, чтобы быстро потом абсолютно все итемы продать, и чтобы зафиксировать эти итемы как хлам для последующих походов, я использую модификацию Scrap и конкретно Bint с целью того, чтобы все итемы, на которые наведена моя мышка, были помещены в хлам. То есть как это делается? Просто нажимается кнопка определенная в назначении клавиш, выбранная, и нажимается при наведении на предмет. Таким самым появляется самая обычная иконка золотой монеты, и в тот момент, когда я вызову торговца, Джикса, например, подойду к торговцу, то, нажав одну кнопку, все такие итемы продадутся. Это экономит время, и не нужно вообще задумываться о том, что какой-то нужный итем случайно продастся. Ага, тут самое важное — подойти именно к той точке, где имеется портал. Ну, окей, прогрузка прошла. Хорошо. То есть не Зиандра, далее Элирет, а третьего босса поищем, окей. Зиандра, далее Элирет, а третьего босса поищем, окей. Илгенот сам по себе босс интересен. Задача крайне проста. Нужно подводить кровь и взорвать ее под глазом. Если это не сделать, ну, иначе просто-напросто босс не пробьется, так как получаемый дэмэдж понижен на 99%. Бой будет немножко долгий. Ползут последние две капли. Сейчас они умрут, захожу внутрь, убиваю мозг. И на этом бой кончается. Первый квартал пройден. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Второй квартал пройден. Остается Ласт, Ксавий, Провал, Альн. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 14 минут. С учетом того, что я не сразу включил таймер, с учетом того, что я еще прокликивал итемы, садился на маунт, немножко там потусил, походил по неправильным порталам. Ну, в итоге полторы тысячи голды за 14 минут. Если умножить на 4, то это 6000 голды. Ну, в целом интересно, почему бы и нет. Как вариант, если у вас есть желание нафармить голдишку таким способом, то можно это реализовать. Способ уже многим известный. На самом деле, вы видели, сколько людей сейчас было рядом с мопцом и, в принципе, даже тусуют люди и регают с LFR. Кто-то себе сеты дропает, кто-то реально таким способом голду, например, будет фармить. Как говорится, у каждого человека свои цели в этой игре. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. Аддоны все также имеются в ВК-группе. До скорого.